Это Метаметрика. Пара новостей. У нас неоновый логотип, 6 камер и мы стартуем второй сезон. Будет жестче и интереснее. Если ждали, аллилуйя. Если не ждали, теперь живите с этим. Я сегодня мечтаю, что будет елым. Чуть закерпит. Алексея нам сюда забросили. Он должен сгореть в плотных своих атмосферах. Можно неприличный вопрос? Ну, Фукуяма что? История вышла. И вот так вот Фукуяме. Фрэнсис, видишь? А Украина это жертва политиковой? Условием забирания являются те же условия, что и для Крыма. Ну да, надо модернизировать, в том числе и политические. Что-нибудь новое у тебя там покиньте, а то уже не вставляет. Они же платят биткоинами. Да идите вы куда подальше, врать мне не надо. Шипучка, газировка, пиво, легкие наркотики. Стакан наполовину пустыми, наполовину пола. Все очень просто. Россия вновь стала страной великой античной культуры. Офигенно, блин! Да нереально! Вы невероятные! Привет, меня зовут Дмитрий Егорченков, и это канал Метаметрика. В первом сезоне у нас в студии были и философы, и тиктокеры. Не побоюсь этого слова. Не было очень важных людей в современном мире. Не было политтехнологов. А здесь есть о чем поговорить, поэтому сегодня у нас в студии Дмитрий Куликов. Это броню! Тихо, тихо! Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот сразу вас разочарую. Я не политтехнолог. Я себя не считаю политтехнологом. И это такая, во-первых, очень частная точка применения усилий человека всегда. Во-вторых, знаете, я вам так скажу, это все устарело. Политехнологии устарели. Они являются частью системы всеобщей управляемой демократии западной. И в той мере, в какой нас эта модель тоже задела, в 90-е и в какую-то часть 2000-х, соответственно, и эта техника, применяемая внутри того, что называется демократия, надо отдельно, наверное, обсудить, что такое демократия. Какова демократия в сегодняшнем мире? Ну мы это видим сейчас, и на американском примере в лучшей степени. Они утеряли управление социумом, которое осуществлялось во многом по методикам политтехнологий. Или с помощью политтехнологий. Даже у них. А нас это задело краем. И, в общем, по большому счету, мы перешли, ну где-то там, вот в ярком виде, это точно с 2014 года, к миру реальной политики, идеологии, политического и экономического действия. Политтехнологии, если кто-то их как бы у нас и продвигает, то это ретроград. О чем и речь. Инерция-то сохранилась, они же пытаются их еще использовать. Ну там, условный Навальный, он же не человек, он политтехнология в определенном смысле. Политтехнология, да, применяемая, она узкозаточенная. Это политтехнология специфической деятельности. Она называется подготовкой проведения государственного переворота с целью захвата власти. Кстати, совсем не обязательно, что господин Навальный и должен был захватывать власть. Это, знаете... Вообще, вообще ни разу. Да, вот, в этом смысле инструмент, он и есть инструмент, когда его возможности закончатся, его выбрасывают. Поэтому для него, скорее всего, такой сценарий был предуготовлен. Вот, но большая технология, это технология разрушения вражеского государства. Вот смотрите, здесь важно каждое слово, потому что те, кто на Западе, они прямо говорят, Россия вражеское государство. Time to respond to Russia's attack on American democracy. Their behavior has undermined international norms and international rules in ways that we have to call them out on. Denn die hybride Kriegsführung ist Teil der Militär-Doktrin, zum Beispiel Russlands, ganz offiziell beschrieben. There are now too many countries who have felt the disruptive and malign behavior of the Russians. Russians have been sowing division and trust among citizens of the United States and other countries. If the days of the United States rolling over in the face of Russia's aggressive actions are over, we will not hesitate to raise the cost on Russia. Это десятки, сотни заявлений самых высокопоставленных политических субъектов того мира западного. Россия вражеское государство, а дальше веер в зависимости от обстоятельств. От того, что мы ее будем сдерживать, через то, что мы будем оказывать на нее давление и ухудшать ее положение, к тому, что мы должны ее уничтожить. Там уже каждый в меру откровенности. Но я говорю, что все вот эти вот градации, это от лукавого, потому что после 90-х годов, когда они считали, что нам уже конец, все. Вообще-то они в 90-е годы считали, что России уже нет. Что их технология сработала. Сработала, да. Но они как империки, а это если говорить о философии, о разнице, то наша философия всегда была идеалистической, даже марксистская. Ну, опять же, это все для философского спора. Их же философия всегда была эмпирической, основанной, идущей прежде всего от опыта. Вот. Поэтому они считали, что в 90-е годы все решено. Но если это не совсем так, то надо продолжить то, что нас привело к предыдущему успеху. Нечего здесь мудрить вообще. И давайте воспроизведем все то, что нам принесло, как мы считаем, победу в той холодной войне. Ну, вот как бы... Реализация технологии до полной победы. Вот пока не получилось еще раз, не получилось еще раз. Да. Будем повторять. Но это же их поговорка, а не их самих. Вот. Американцы обязательно найдут самый хороший способ решения проблемы после того, как испробуют все-все-все непригодные. Да. Вот. Это, ну, такая, своего рода, своеобразная рефлексия. Они про себя немножко догадываются. За каким путем они обычно идут. Методом тыка, который называется опытом. Поэтому политтехнология, Дмитрий, это, а, устаревшая вещь. Даже в том мире, где ее создали и изобрели. Там, в мире западной демократии. Б. Мы перешли от политтехнологий, как средства социального конструирования управления, к реальной политике, реальной идеологии и реальной политэкономии, если говорить словами Маркса. И этот переход, ну, был обозначен явно в 2014 году, и он разворачивается до сих пор. Мы еще много здесь чего увидим. Я хочу заузить немножко. Вот Алексея нам сюда забросили. Совершенно очевидно, что его сюда втолкнули. Его принудили сюда приехать. Принудили, да. Вопрос. Зачем? Не почему он здесь оказался? Как так вышло? Зачем? Какая цель? Ну, они считают, что он должен сгореть в плотных слоях атмосферы, которые вокруг него сгустились, нанеся этим огнем максимальный ущерб окружающему пространству. Вот если по-простому совсем, это так. Вот я, кстати, думаю, я даже убежден, что его насильно сюда отправляли. И к нему были применены методы разъяснения и убеждения, которые заставили его сюда приехать. Кстати, мы должны понимать, мы критично относимся ко всему тому, что и мы делаем на наше государство. Это правильно, разумно. Вот. Но в этой критичности нужно все-таки доходить до понимания сути. Вот если мы говорим, что Навального сюда засунули насильно, то тогда давайте ответим сразу и на вопрос, зачем Навального отправили после больницы туда. Это был понятный ход. И мы предлагали, мы предлагали, выключиться из игры. Заболел, так заболел. Вот оставайся там лечить на той пенсии по болезни. Пусть тебе Запад выплачивает пенсию по болезни. Добивайся этого. Он не смог. И, по всей видимости, рычаги принуждения очень серьезные. Вот хороший вопрос. Где дети, например? Правильно. Где дети? Вот правильно. Где дети Навального? Ну, про старшую мы знаем, что она вроде как-то учится где-то там в Стэнфорде или Гарварде. Я даже не знаю точно. И якобы на деньги спонсоров. У него же еще младший в стабильном. Это мы не к тому. Детей вообще не надо трогать. Но есть, и я категорически против, чтобы вот любым образом. Вот. Это просто вопрос. А если он находится там, а добровольно ли разлучились родители? Или они находятся там же, где скрипали? То есть он. Видите? Да, в том же месте, где скрипали. Вот, вот, вот. Потому что мы же так и не узнали, что думают скрипали по поводу случившегося с ним. Это ведь осталось неизвестным. Мы не знаем, что они по этому поводу думают. И мы не знаем не случайно. А мы не знаем потому, что их закрыли, не дают им возможности говорить. И их местонахождение является тайной. Мы даже не знаем, живы ли они в распоряжении британской разведки, объектами манипуляции которой они точно являются. У меня еще один вопрос возник, когда вот эта последняя итерация событий вокруг Алексея случилась. Если его забрасывают, и я с вами согласен, что он должен сгореть, но мы же начали с того, что они же тыкают палкой и проверяют. Может быть, это как раз и была разведка боем, посмотреть, как российское государство отреагирует, как отреагирует общество, как отреагирует российская молодежь. Удастся ли управлять этим протестом уже оттуда, совершенно откровенно оттуда, из Берлина. Ну, например, протестом где-нибудь в Екатеринбурге. Может быть, вот такая версия? Любое действие, Дима, всегда является разведкой боя для нормального человека. Но вы совершаете действие, вы поставили некую цель что-то сделать. Первое, что вы после этого делаете, вы анализируете. Что получилось? Правильно ли вы действовали? Способ действия, да, организационная часть. Достигли ли вы цели? И самый верх, правильно ли была поставлена цель? Ну, это минимальный набор, который должен проделать тот, кто организует социальное действие. Разведывательного, диверсионного или еще какого-то характера. Но это социальное действие, направленное на социальное. Вот, у меня большие сомнения, что они в состоянии проделывать вот эту вот всю работу. Это называется мудреным словом рефлексия. Отражение, то есть. Да, да. Осознание, осмысление. Осознание и отражение. Того, что ты делаешь, того, что ты сделал и что получилось. Но пока, честно вам скажу, вот за 20 последних лет, когда мы начали менять себя и мы начали сопротивляться. Они и так до сих пор не относятся к этому профессионально. Они до сих пор относятся к нам как к побежденным, которые должны просить, каяться и плакать. Вот, если мы это не делаем, то нас нужно пороть. Понимаете, у всего есть глубокие философские основания. Вот, если мы посмотрим на историю американского рабства, то мы поймем, как понимается господство над другими. Краснокожие не устроили в качестве рабов, они предпочитали умереть, но они работают. Потом по отношению к чернокожим, ну если они не хотели, они их наказывали очень жестоко. И воспитывали, как они понимали, воспитанием через наказание, через насилие. Вот. Если это не помогало, кому это не помогало, тех тоже уничтожали. Проще его уничтожить, чем вот воспитывать, да, и устанавливать в господстве. Вот если на уровне, как бы, этой метафоры историософской все это рассматривать, то получается вот такая картина. А может быть, они нашу молодежь пытаются воспитывать? Нас-то с вами бесполезно уже. А вот людей 14, 15, 16, 17 лет можно попробовать. С их точки зрения. Я думаю, современная молодежь узнает и поймет одну простую вещь, что мы-то, в общем, были такими же, как они. Принципиальной разницы-то нет. Ремарочка на полях. Меня вообще спрашивают, мы не можем понять нашу молодежь. Мы не понимаем нашу. Какой ужас, какая катастрофа. Мы не понимаем. Я до 50 с лишним лет дожил, и вот все поколения, а еще я историк и читаю книжку. Я слышу вот это. Главная проблема какая у нас? Мы не понимаем. В древнеегипетских текстах такие вещи есть. Мы не понимаем молодежь, мы ее потеряли. Да. И это ловушка. Ловушка, которая должна обеспечить и мотивировать бездеятельное отношение. Ну мы же не понимаем, значит... Ни хрена делать еще не надо. Да, не можем ни хрена делать, раз не можем, значит и не нужно. Это одна из ловушек. А я себе задаю вопрос рефлексивный, когда мне вот это говорят. Чего вы меня дурите вообще? Проблема-то в другом. Ровно обратная проблема. А вы применяете ко мне технологию, чтобы спрятать эту проблему. Я понимаю молодежь. И знаете почему? Потому что я сам таким был. Понимаете? Знаю точно. Знаю. Другая есть проблема. Он не может понять меня, потому что он не знает, что происходит в 55. И в принципе не может этого узнать. Поэтому вопрос не в том, что мы не понимаем молодежь. А молодежь. Ей очень трудно, почти невозможно понять старшее поколение. Они не жили, не видели. У них нет этого опыта. Поэтому проблема понимания с другой стороны зарыта. И эта проблема компенсируется такими вещами. Человечество придумало, что делать. Как воспитание. Отдельно сейчас об этом поговорим. Я думаю, что я вызову ненависть со стороны молодежи. Но я должен был сказать, что это такое. Воспитание, образование и культура. Это средства компенсации невозможности молодого понимания. Структура передачи знаний и пониманий, на самом деле. За счет этого молодой человек, который не имеет опыта практического. И в этом смысле мало здравого смысла имеет. Потому что здравый смысл на опыте прежде всего базируется. Должен, получив образование, воспитание. И будучи включенным в культуру. Компенсировать свою жизненную недостатку. В том числе получить жизненные примеры определенные. Но обратите внимание. Все надо ставить с головы на ноги. Проблема там. Они не могут нас понять. И они не могут понять, что хотят старшие. Потому что они сейчас старшие. Они и несут на себе основную нагрузку социо-культурного момента. А нас убеждают, что это мы, дебилы, не можем их понять. Вот эти долбанные технологи, с которых мы начали. Вот они же платят биткоинами, условно, у Леши. Чтобы он воспитывал, по факту своими видео, воспитывал некое понимание у молодежи. Не воспитывал. Причем здесь воспитывал? Но они же... Нет. Они создают контекст. Сначала я скажу, что такое воспитание и образование. В логической категории это принуждение. Понимаете? Меня сейчас могут молодые сказать. Иди-ка ты, знаешь, принуждаю. Никакого другого логического смысла в образовании и воспитании нет. Это принуждение. И до тех пор, пока мы будем стыдливо закрывать глаза, что вот эти отрасли, культура, воспитание, образование, не имеют главным объектом своей деятельности создание человека, а будем так... Он типа саморазвивается, как лошадка на выпасе. Да идите вы куда подальше. Врать мне не надо. Потому что система социальная, человеческая создает других людей, которые в нее готовятся вступить и вступают. Она их создает, формирует, образовывает и воспитывает. Понимаете? Если это правда, что мы этим занимаемся, то в принципе делать ты это можешь, формируя человека. И тут надо быть честным. Принуждая его быть каким-то. И здесь вопрос, каким? Хороший вопрос. И кто решит, каким? Хороший вопрос. Над этим бьются лучшие умы философии и образования, и педагогики столетиям. Однозначно логического ответа нет. Но можно сказать, что если единственным способом существования народа и человека в истории является его государство, ну и понятно, стоящая над всем этим культура. Только ты ни в какую культуру не попадешь, если у тебя не будет государства. Вот это точно нужно понимать. Способ перехода в культуру, он опосредован государством. То, конечно, выращивать, воспитывать, создавать нужно гражданина. Этого самого государства. Гражданина прежде всего. Теперь возвращаясь к Навальному. Вот ничем этим он не занимается. Он занимается ровно другим. Он, что говорит? Не рефлексируйте. Распространяйте. Понимаете, дело не в том, что он подсовывает молодежи ложь или обманывает ее. Этот вопрос вообще не встает там. Его нет этого вопроса. Ты не должен даже задать вопрос. Это правда или ложь? Не имеешь права задавать этот вопрос. Как только ты его задашь, вся система поползет. Поэтому система должна быть построена так. Ты вообще не должен задумываться, что это такое. Ты должен брать и распространять, и нести дальше. Вопрос, что это такое и как оно устроено, является запретным вопросом, за который подвергают уничтожению. Вот что это такое. Что меня пугает. У нас государство развивается в нашей новой итерации. Тысячелетнюю историю она понятна, все ясно. А вот в новой итерации оно развивается 30 лет. Мы 30 лет пытаемся улучшить различными методами, в том числе законодательными, свое государство. Чтобы здесь работало лучше, тут работало лучше. Но, чтобы понять, что эти улучшения нужны, действительно, мы должны понимать конечную, хотя бы приблизительно понимать конечную точку. А что мы хотим получить-то в итоге? Мы сейчас знаем, это у меня ощущение, что государство не знает. Я не соглашусь, будем спорить с вами. Да нет никакой конечной точки. Вы Фукуяма, что ли? Нет. А что вы тогда эти слова употребляете? Вот у Фукуямы была конечная точка. Конец истории, да. Я понимаю, что вы мне задаете вопросы и делаете это специально, которые в качестве стереотипов существуют в нашем обществе. И как бы выполняют функцию нашего развития и развития нашего мышления. А я беседуя с вами, потому что с вами можно говорить откровенно, указываю на то, что это вранье. Такие вопросы созданы не для развития мышления, а для его остановки. Вот про конечную точку. Ну и это делал Фукуяма. Он сказал, мы пришли к своей конечной цели, это конец истории. Наша конечная цель создать общество либеральной демократии, основой которой является политэкономия потребления. И это общество должно возглавить планету. Мы этого добились. Конец истории, конечная точка. Но прошло 10 лет, и история вышла, и вот так вот Фукуяме. Фрэнсис, видишь? Где он в Тбилиси, по-моему, сейчас, да? Да, историческую фигу, видишь, Фрэнсис? И Фрэнсис так, оу-оу-оу, я погорячился, оу-оу-оу. И после этого он погорячился, правда, несет сейчас пургу еще больше, чем была пурга про конец истории. Вот, потому что то не сработало, ничего понять он не может, а функцию, которую ему поручили, он должен останавливать мышление людей, изображая из себя философа. Фрэнсис обязан выполнять. Если он не будет выполнять эту функцию, его расстреляют, там, ну, в фигуральном смысле. А может, и в буквальном. А может, и в буквальном. Сейчас уже, да, не разберешь. Поэтому он должен выполнять функцию своей псевдофилософии, выстраивать препоны, останавливающие человеческое мышление. Поэтому вопрос о конечной точке, ну, является именно таким. Вообще интересно, вот эта вся машинерия с картиной будущего, есть ли у вас образ будущего? Образ будущего. Так, о чем с вами говорить? Так. А если быть серьезным, то образа будущего нет ни у кого вообще. Ну, что это за херь такая? Кто-то может мне объяснить, что это такое? Как будущее существует. Оно содержится в настоящем, в наших поступках и в наших мыслях. Так же, как и все прошлое содержится в настоящем. Полностью. Потому что оно свернуто, все в настоящем. Есть эта точка. И только в этом смысле можно понимать, есть только миг. Не в том смысле, как часто трактуют. Есть только миг и пошло, ну, все нахрен, живи одним днем. Нет. Ровно в значении этого мига. Колоссальном для человека. Потому что в этот миг здесь все. Все социальное проектирование в таком смысле, вот, оно в целом не имеет особого, особой перспективы. Никакого будущего, если вы не знаете, что вы будете делать завтра. Вы не доживете до будущего. Потому что если вы ошибаетесь в том, что вы сделаете завтра, у вас не будет никакого будущего. Это справедливо по отношению к конкретному человеку. Это справедливо абсолютно к социальному организму, который управляется государством и властью. А Украина – это жертва политтехнологий? Абсолютно. Потому что первое, чего добивались от Украины, это ее лишали способности мышления. То есть они должны были забыть, кто они. Вот, в принципе, я это понял в какой-то момент. Я понял, когда произошла катастрофа на самом деле. Она не в четвертом году произошла. Она произошла, ну, с точки зрения человека. Там много есть измерений катастрофы, но с точки зрения человека. Когда они не вышли защищать подвиг своих дедов. Вот в тот момент, когда они отказались от своих предков, весь горячо любимый мной там юго-восток Украины, где русские люди живут такие, как и мы с вами. В тот момент, когда они это сделали, дальше все потекло. Дальше все было следствием этого дела. Ну, да, политехнологии должны заставить каждого человека и некоторую массу, группу людей не отвечать на вопрос, кто ты. Какова твоя личность? Что ты из себя представляешь? Личность, причем как индивидуальная, так и коллективная. Вот в тот момент, когда ты посчитаешь неважным отвечать на вопрос о том, какова твоя личность, кто ты есть. У тебя не будет никаких прав, потому что, ну, обезличен как раз тот же самый раб, о котором мы с вами говорили. Он обезличен, у него нет личности. И, в принципе, то, что Запад реализует по отношению к нашему миру русскому и к территориям нашим историческим. Вот ровно эту политтехнологию, стирание личности, как индивидуальной, так и коллективной, это и есть самый продуктивный способ превращения тебя во раба. Если ты не знаешь, кто ты, ты тогда не знаешь ни своих прав, ни своих обязанностей, и ты не можешь ни о чем судить. Пустое место не может судить о чем-то, ну, которого нет. Перед тем, как ты будешь о чем-то судить, ты должен самоназваться и сказать «я есть». Ну, не просто «я есть», а «я вот конкретный». Мне очень нравится в последнее время мысль, я ее думаю, как говорил один человек, известный. Нам же фантасты рассказывали 20 века, все, без исключения, что роботы могут заменить людей на определенном этапе, так или иначе роботы. Всех людей убьют, останутся только роботы. А происходит и другое. Из людей пытаются сделать роботов. И это все, чем дальше, тем очевиднее. Не только на постсоветском пространстве, эти западные товарищи это проворачивают. У себя уже начали делать то же самое. Когда четко в коридор загоняют, вот ты робот, которого нет самой идентификации, мы тебе сказали, каким ты будешь, и ты будешь потреблять круча, колеса экономической структуры. Для половины процента населения меньше. Золотого уже даже не миллиард. Ну, людей много просто. Не получится? Нет, наоборот. Это проблема, их слишком много людей. Ну, куда их всех девать? Чем они будут заниматься? Ну, в этом смысле всегда было очень интересно. Вот по Марксу, да, вопросы, которые я себе задавал еще в советское время. Коммунизм. Что такое коммунизм? Это свободный труд, там, свободно собравшихся людей, одно из определений, да? А что значит свободный труд? Чем же таким они будут заниматься при коммунизме, когда все есть? Производство все обеспечивает. Уровень развития производительных сил такой, что, в принципе, все есть. Ну, Маркс отвечал, они все будут заниматься наукой, ну, в крайнем случае искусством. Ну, вот представьте себе, что мы по уровню производительных сил практически находимся в том состоянии, о котором говорил Маркс. Вообще нет вопроса накормить все человечество. Ну, в каком-то, как бы, объеме. Было бы желание, да. Да, нормированном объеме. Но проблемы такой нет. И вообще мы можем произвести все, что угодно. И сколько угодно. Вообще нет этой проблемы. И для этого не нужна гигантская эксплуатация труда огромного числа людей. Ай, с ними что делать? Потому что мы сейчас сталкиваемся с другим процессом. В конкуренцию за то, чтобы тебя эксплуатировать. Потому что если тебя эксплуатируют, ты в состоянии, ну, что-то требовать. А если ты никому не нужен? Ну, есть предложение. Какое оно? Ну, в принципе, социальное жилье по типу барака, ну, современного. Вот, маленькая комната, в которой есть компьютер большой. Еда быстрая, самая дешевая, которую доставляют. Пластиковая, как я ее называю. Вот. Понимаете, какие категории туда входят, да? Вот все, что называется быстрым питанием. Шипучка, газировка, пиво, легкие наркотики. И экран с подключением в виртуальность. Ну, вы можете прожить короткую, но яркую жизнь, будучи подключенным к виртуальной реальности и употребляя вот все, что есть. Можете вообще не выходить из этой комнаты. Ответь, мой мальчик. Ты уже завелся? Да не сказал бы. Ну, это же все модели, а реальность-то на эти модели отвечает. Как я описал, это не модель. Это не модель. Так живут уже сотни тысяч молодых людей на Западе. Вот так, как я описал. В Париже, Амстердаме, в Нью-Йорке тысячи людей. Живут такие умы. Они не отвечают на это насилием? На улицах, городах. Нет, они говорят другое. Мы хотим, чтобы все было точно так же, только колы и жрачки больше. И чтобы еще что-нибудь добавить в виртуальную реальность. Придумайте новую игру какую-то, а то это уже мне надоело. Что-нибудь новенькое там подкиньте, а то уже не вставляет. Есть же такой термин. Уже не вставляет. Цифровое привыкание. Не долбит уже, понимаете? Поэтому давайте-ка что-нибудь. Ну, в принципе, как бы стало скучно. Можно пойти пожечь машины в реальности и побегать от полиции. И поуклоняться от пуль. Но кому-то не повезло, снесло бошку. Посмотрели? Ага, тому снесло бошку. Пойду-ка я лучше в свой барак. Ну, и там постреляю в виртуальной стрелялке. Так спокойней будет. И, в принципе, идут назад в барак. Попробовали. То есть вы не считаете, что подъем уровня насилия в мире в целом – это тенденция какая-то такая прям объективная? Нет, подождите. Подъем уровня насилия... А социального насилия, я имею в виду? Не войны между государствами? Общественное насилие. Ну, подъем уровня общественного насилия, я не знаю, больше он или меньше. Мы с чем сравниваем? Ну, да. Потому что если мы сравниваем там с какими-то травоядными девяностыми, это же очень легко объясняется. И началом двухтысячных. Запад никогда так жирно не жил. У них было короткое, блистательное мгновение... На трупе СССР. ...счастливой жизни, да. На трупе. На трупе. Был труп СССР. Труп всей социалистической системы, которую они осва... Открылись долгожданные рынки. Ну, Маркс же был прав в этом смысле, да? Что капитализм может жить только расширяясь. А вот представьте, на 90-е годы пришлось два гигантских ареала расширения. Постсоветский мир, социалистический лагерь, включая СССР, и Китай. Просто методика освоения была разной, а процесс-то один и тот же. И это был гигантский вдох кислорода с дурманивающими газами в перемешку. Для Запада. Ну, они вдохнули, блин. У них эйфория. Их поперло. Денег куры не клюют. Можно ничего не делать, блин. Получать эти дотации гигантские. Это ведь никогда этого не было. Это все стало возможно на трупе социалистической системы. И как они думали, подчиненном Китае. Две ошибки, Дима. Думать, что мы труп, Россия. И думать, что они Китай подчинили. Представляете, какое ощущение? Хозяева мира. Любой бомж в Нью-Йорке чувствовал себя частью хозяина мира. И ему доставалось за это. Потом наступило похмелье. В 2000-е. Взлетели башни без линцы. Они были первым признаком похмелья. А дальше оно стало усугубляться. Похмелье. Глубочайшая абстиненция. Поэтому они находятся в депрессивном состоянии абсолютно. Вернуть вот этот кайф невозможно. Кстати, увеличение доз через печатание денег и так далее не помогает. А вообще-то ведет к разрушению интенсивному организму. Я буквально пользуюсь этими вот... Медицинскими вполне. Ну, они медицинские, они социальные. Поэтому в состоянии жуткой депрессии они невероятно агрессивны. Поэтому, ну, как бы, нам после этих 90-х травоядных, когда все были укуренные и счастливые, вот когда наркотик перестали подвозить, состояние счастья разрушилось, то мы видим, да, агрессивного субъекта. И нам кажется, что уровень агрессии, как бы, растет. Вы один из тех людей, которые очень давно, когда это еще не было модным и не было мейнстримом, как сейчас принято говорить, сначала аккуратно, потом все более громко, начали заявлять о том, что идеология-то необходима, государственная, так или иначе. Что никуда мы не денемся, что придется ее вырабатывать. И более того, вы же говорили о том, что у них-то она есть, и у американцев она есть в определенном смысле. И сейчас она все более явно проявляется. Если раньше они так ее стыдливо под ковер задвигывали, она там что-то крутилась, а сейчас уже просто на первый план. Мы как на этот вызов обязаны ответить сейчас? Ну вот смотрите, не государственная идеология, потому что я не очень понимаю, что такое государственная идеология. У нас опыт был советский, он в этой части ничем хорошим не закончился. Мы даже с моими друзьями написали книжку, сейчас второе издание готовим, она выйдет. Она называется идеология русской государственности. И государственность мы понимаем как культуру строительства и развития государства. Вот у этого процесса строительства, развития, воспроизводства государства должна быть идеология. И те, кто участвует в этом строительстве, должны ей принадлежать. Или она им, не важно. Тут никогда не разберешься. Понимаете, в чем дело? Идеология, она функционально может пониматься как знание. Ну, знание системы идей, да, таких. О мире вокруг. Да, знание о мире. А что такое знание? Тем более научное знание. Ну, это то, что доказывается и, в принципе, может быть фальсифицировано и опровергнуто. Это спорная сущность. В отличие от идеологии, которая знание, есть еще другие мотивирующие человека к действиям сущности. Ну, например, вера одна из самых сильных. Вот, большевики когда-то хотели, ну, и пошли этим путем превращения научного знания, которым на рубеже веков был марксизм, в некоторую светскую веру религиозного типа. Ну, что мы увидели к концу Советского Союза. Вера есть вера. Это очень сильная сущность, которая очень сильно обычно руководит человеком. Но это не идеология, это вера. А идеология — это другое. Есть еще, мы говорили об этом, есть, например, опыт жизненный, здравый смысл. Не стоит подстреливать. Я-то считаю, что идеология, она все равно существует, даже если она не сформулирована в любом обществе. Безусловно. Она существует всегда. Безусловно. Людей без идеологии не бывает? Не может быть. В принципе, они в 90% случаев об этом не знают. Хорошо. Вот таким образом, например, один из трансляторов этой неявленной, несформулированной идеологии в любом обществе — это кинематограф. Вам нравится та идеология, которая транслируется через российский кинематограф? Я не говорю, что она намеренно транслируется, но она в нем проступает. По-разному. Там много разных идеологий. А что нравится? Ну, не много, но несколько. Поэтому так нельзя сказать. Вообще, всегда, если мы на что-то смотрим, то нужно пользоваться старой доброй диалектикой. То есть анализировать это, мягко скажу так, разносторонне. Я вообще считаю, что возрождение российского кинематографа началось с идеологического тезиса. Какого? Ну, смотрите, был советский кинематограф, великий, прекрасный, чудесный кинематограф. Потом мы сами его разрушили, и кинематографисты сами его угробили. Да, но и тому гордыня. Я очень хорошо помню этот съезд кинематографистов. И за этим стояла вообще вся эта история. Дайте мне свободу, тогда я вам покажу. Показали. И вот, да, им дали свободу, и они перешли сразу во вторичность. Они начали пересказывать всю идеологию, всю содержание холодной войны со стороны противника. Весь позднеперестроечный и раннероссийский постсоветский кинематограф – это вот эта жалкая, убогая вторичность. То есть то, что американцы пропихивали в наше общество на протяжении десятилетий, и когда Советский Союз спал, коммунистическая партия самоликвидировалась, и мы были в руинах, эти деятели ничего лучше не придумали, как транслировать здесь эти протухшие прошлогодние консервы. Ну, как называется, другого-то все равно ничего не было, а там уже готовая. Точно. И вот очень интересная точка, в которой начал возникать реальный постсоветский кинематограф. То есть тот, который чего-то сам сказал, а не транслировал. Это точка разотождествления. Мы и они. Вы сейчас очень легко поймете все это. Ну, два блестящих фильма, ставших шедеврами, и которые посвящены только этому, разотождествлению. Это «Брат», два особенно. Вот скажи мне, американец, в чем сила? И, как ни странно, особенности национальной охоты. Да вы, блин, даете. В этой точке, утверждаю я, зародилась идеология постсоветского кинематографа, она существует, и зарождалась она через разотождествление. И тот, кто это делал, Балабанов большой молодец, они понимали, что для того, чтобы иметь идеологию, сначала нужно объявить, что ты есть и кто ты. Сделать это они попробовали через, еще раз говорю, через этот, это утверждало, что мы не они, они не мы. Ну, и что это разное. И мы вынуждены с вами отвечать, дорогие друзья, говорили нам кинематографисты, какие мы. И мы начали отвечать. А потом появилась вся эта линия, там, через «Мы из будущего», «Кандагар», «Наш же фильм «Матч», «Легенда 17». Я не всех назвал сейчас, да, но эта линия осмысления себя, положенного в отличие от других, вот, она есть в нашем фильме. Она больше успешная, меньше успешная. Но она есть. И я приверженец этой линии. Есть попытки, все те же самые, перестаньте думать. Никакой особой сущностью вы не обладаете. И вообще вы, и мы, отсталые, вот, все, что идет на 99%, на так называемое фестивальное кино для Запада, это демонстрация Западу нашей отсталости и признание того, что мы отсталые, дикие, не цивилизованные, и вообще воспитываете нас. — Зулеха открывает глаза. Хороший сериал, с вашей точки зрения? — Я его не смотрел. Я знаю, что там четко не смотрел. Не смотрел, не читал. Поэтому, ну, я знаю, что была жуткая полемика какая-то, драка была вокруг этого, но она прошла мимо меня. Поэтому я ничего не могу сказать. — Попытка, на мой взгляд, вернуть как раз то, что мы отсталые всегда были и всегда будем. — Может быть. Но у нас такого полно. И вы правильно сказали. Не только в так называемом арт-хаусе или вот в этом фестивальном кино, хотя там это ярче всего выражено, но и сериальный жанр тоже такое эксплуатирует. — Смотрите, как интересно. Тоже ведь здорово получается, к чему мы с вами логически пришли. Что у этой вот линии нашей отсталости и непригодности есть два потребителя предельных края нашей социальности. То есть некоторого суперэлитарного, которое само себя таким считает. А почему оно таким считает? Очень просто. Потому что я-то принадлежу тем. Я русский суперэлитарий. Нас мало, но мы принадлежим. Ну, мы часть западника. — Того мира, да. — Мы с теми практически... — Учимся просто, да. — Вот все 140 миллионов, они вот дикие отсталые. А вот нас десяток тысяч. Ну, мы несчастные люди. Мы здесь оказались, но вообще мы из того мира. Это вот такая псевдоэлитарность крайняя. А с другой стороны... И это вот этот архаус, что на нее замыкается. А когда мы говорим о сериалах, это же массовый продукт, да? Вот. Его смотрят все, кому делать нечего. И, в принципе, там это потребляется теми, которым с другой стороны все равно. Которым наплевать. Отсталые, мы не отсталые. Он вообще не задается вопросом, что он смотрит и зачем. Никого не хочу обидеть. Просто надо знать, что такая категория людей, ну, как бы, есть, да? И вы правы. Эта вот линия идеологическая, которая продает и предлагает, навязывает нам нашу отсталость по сравнению с передовым западным миром, она тоже существует. И еще есть какие-то линии. Но, может быть, это и нормально, что должны быть разные линии. Скорее всего, это нормально. Вопрос в том, какой идеологической линии придерживается большинство. Вопрос даже еще в другом. А государство все ли должно линии поддерживать? Нет. Одинаково. Нет, не должно. Не должно. Государство должно поддерживать те линии, которые ведут к воспроизводству государства. И позволяет государству выполнять его важнейшую и самую главную функцию. Обеспечение, или так, жизнеобеспечение народа. А государство само это должно сделать? Или народ в этом участвует? Вы понимаете, вот мы как бы говорим, государство само. Государство это сущность, конечно же. Но мы часто его наделяем какими-то такими человеческими признаками. Так человеку проще просто. Человек общается с человеком. Нет, говорят. Гаишник, который меня штрафует, это государство? Нет, конечно. Гаишник, который вас штрафует, это гаишник. А государство это нечто совсем другое. Но как это происходит? Можно, наверное, впервые сказать в нашей истории, потому что благодаря советскому проекту мы все-таки построили другой тип государства. Во многом уникальный по отношению ко всему остальному миру. Вот мы в нашей книге и для себя это называем народным государством, которое состоит из народа, по большому счету народом управляется и служит тому, чтобы народ жил и воспроизводился в истории. Кстати, у нас были хорошие задатки в истории к тому, чтобы такое происходило и в императорское время, и самое древнее время. Советское государство вообще строилось как такое. Строила коммунистическая партия, которая не была государством. Она этим государством владела фактически, оно было ее инструментарием. И вот эту проблему, что делать, когда государство, которое ты строил, построено, и в чем тогда твоя функция, как ты можешь... Партия так и не решила, поэтому она самоубилась, в общем-то. А государство осталось слабое, несуверенное. Все это мы в 90-е годы увидели, без своего, так сказать, отца коммунистической партии, который самоубился. И вот главное, что делает Путин все эти годы, с моей точки зрения, он ведет достройку и суверенизацию этого народного государства, которое было построено в советский период. Сказать, что это ты вот пропагандируешь нам, какой народ, а элиты куда девать. Так, дорогие друзья, это всегда было. Только посмотрите на эти 20 лет и ответьте честно на один вопрос. Роль элитных группировок в функционировании нашего государства снижается или увеличивается? Ну вот, как бы, снижается. Такое государство, как Россия, это вообще опасная идея, что оно элитное, управляемое и так далее. Снижается. Кстати, я-то утверждаю, что наше государство всегда к этому стремилось. А элитные группы всегда были препоной к этому. Иногда, правда, они самоопределялись правильно. Они начинали служить и были служилыми людьми, и в этом смысле оправданно заслуженными людьми. Слово элита вообще ведь не наше. Вообще. Вот, элита, это западное слово, точно отображающее западные сущности. Ну, элита, это такие группировки, которые претендуют на долю во власть. Вот в 90-е годы у нас была элита. Вот это вот семибанкирщина или там другие какие-то проявления. Эти люди прямо претендовали на свою долю, как социальных групп и группировок, прямо во власти. А президент или по старорежимному царь должен был ширмой быть для их реальной власти. Ну, кстати, к этому же стремилось... Всякий раз, когда в России это происходило, заканчивалось все плохо. Вообще нашему государству 500 лет. А народу тысяча. И культуре, и цивилизации нашей тысяча лет. Поэтому... Ну, вообще-то мы очень много сделали в этом направлении. Ну, и потом, знаете, вот опять же, из спора можно... Так люди, какая неразрешимая проблема. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Все очень просто. Все зависит от процесса, в котором находится этот стакан. Вы наполняете его или вы от него отпеваете? Если вы отпеваете, то он будет наполовину пуст. А если вы его наполняете, то он будет наполовину полон. Поэтому, когда я спросил, вы посмотрите на эти 20 лет. Роли, значение элитных группировок в нашей самоорганизации, в нашей жизни, в государстве, растет или снижается? Снижается. Новое партийное строительство, которое сейчас проклевывается в России, это часть этого процесса? Ну, там, за правду... Не знаю. Надо будет посмотреть. А вот Конституция и поправки точно. Вот такая железобетонная часть этого процесса. Очень серьезная, на самом деле. Мы еще до конца даже не понимаем, очень трудно объяснить, значение и последствия этих конституционных поправок. Оно очень... Оно невероятно большое. Вообще-то Конституция, опять же, логически, функционально, для чего она предназначена. И вот здесь я на вопрос об образе будущего отвечу позитивно. Потому что Конституция — это и есть желаемое будущее. Упрощенную мере, да. Да. И в этом смысле Ельцинская Конституция, при всех вопросах к ней, она этот посыл несла. А еще больше вот это многочисленные и очень содержательные поправки, которые я бы называл одной первой поправкой. Ну, это тот элемент желаемого, того, какими мы хотим стать, ну, которого нам не хватало. Он весь там в полной смысле содержится. Поэтому Конституция имеет юридическую форму. Но Конституция — это идеологическо-проектный документ прежде всего. Вот это мы должны понимать. Мы с вами снимаем значительную часть людей, почти все, кто бегают по улицам. Вон, валите на ковальню! От кого они бегут-то? Они вообще не понимают этого. И даже примерно не представляют, где они, где Конституция. И как эта Конституция сказывается на их жизни. Что с этим делать? Я почему бы... Я про партии-то не просто так начал задавать вопрос. Может быть, инструменты взаимодействия между государством и обществом должны быть другие? Может быть, кто-то и сможет. Не хочу никого рекламировать. Там есть достойные люди, я их знаю, с которыми у меня хорошее отношение. Ну да, надо модернизировать, в том числе и политсистему. В том числе и партийную структуру. Понимаете? Это как бы спор. Содержательный спор о том, что делать, не должен быть у нас элементом борьбы за властью. Вот этого надо добиться. А такое бывает вообще? В международной истории? Ну как бы так, прикрыв один глаз. Вообще-то бывает. Вообще-то бывает. Но для этого применяются разные приемы, потом это все теряют. Вот мы, например, забываем там, ну на Англию, например, глянуть. Обратите внимание, мы вот любим там оппозиция, власть, оппозиция. Вот англичане, кстати, никогда так не скажут. У них правительство ее величество. И оппозиция. И оппозиция ее величество. Понимаете, как интересно? И вся их заруба подушками в этом парламенте не по поводу власти, а по поводу того, кто будет служить управляющим при ее величестве, у которой власть. У нас это возможно? Конечно. Конечно. Возможно. У нас несколько раз в разговоре сегодня всплывала такая конструкция, смысловая переходная точка, в том числе историческая. Одна из самых важных вещей все еще в мире – это коронавирус и вакцины от коронавируса. Вот недавно совсем в Ланцете, очень уважаемом журнале, мировом, медицинском, признали, что российская вакцина не только не хуже, о чем столько вони было, в том числе у нас в медийном пространстве, а едва ли не лучшая. Без едва ли. На самом деле, если взять данные, то ты легко приходишь к выводу, что она лучше. Там есть 5-6 параметров, по которым сравниваются. Если брать эту сумму параметров, то у нас будет наилучший коэффициент соотнесения этих параметров. То есть по большинству параметров мы на первом месте. По одному или двум мы на втором месте. Так что можно с уверенностью спокойно говорить, это лучшее в мире вакцина. Никто лучше не создал. Мне тут поразило, знаете, Дмитрий, в связи с этим, это же бурлит уже, сколько, 10 бурлит, высказывание там в Германии. Такая они, говорят, слушайте, а мы еще в конце 80-х, наш политик германский сказал, что Россия это верхняя вольта с ракетами. Может быть, мы как-то ошибаемся? Такое робкое сомнение, ну, закралось. А я хотел бы вам сказать, знаете, мы были уже и верхней вольтой с ракетами. Это в 80-е годы. Так вы о нас думали. Вот. Мы были распадающейся и умирающей страной с деградирующим населением. Это было все 90-е и первую половину двухпитечных. Потом мы были региональной страной-бензоколонкой. Потом мы были страной, чья экономика порвана в клочья. Кстати, откуда она вдруг взялась, если мы... Пришлось рвать. Да, что ее пришлось рвать. Ну, такие логические вещи. Вот. Поэтому вы там вякаете сколько хотите. Вот. В принципе, мы сильно поумнели. Мы о себе много чего уже знаем и понимаем. И вот эти ваши рассказы от верхней вольты до региональной бензоколонки, можете ими тешиться, как бирюльками, сколько хотите. Там. Помните, Никита Сергеевич Михалкова, засуньте себе в порт Моне. В порт Моне, да. А умозаключения свои вы можете засунуть себе в порт Моне потом. Поэтому то, что произошло с вакциной, важно не только в отношении того, что мы, ну, можем и можем лучше всех в мире. Это к вопросу о смерти науки, о инновационности и вот о всей этой лабуде, которая нас пичкали долгие-долгие годы. Дело не в инновационности вообще никакой. Знаете, меня на фоне этого другие потрясли сообщения из Испании. Инновационность испанских врачей невероятная, крутая. Знаете, какая? Вот смеетесь? Знаете. Ну да, но эта история стоит того, да. Офигенно, блин. Да нереально. Вы невероятные, испанские врачи. Вы невероятные просто. Потому что вы офигенно инновационные. Вы пять доз делите на шесть и говорите, что так и надо, все работает. А Пфайзер говорит, не, ни хрена, нас не обдуришь. Значит, давайте-ка по 20% наценки на каждый флакон. Если вы умудряетесь вместо пяти вакцин сделать шесть, платите как за шесть, а не как за пять. А если не будете платить, мы вам дозу уменьшим на эти проценты, мы вам меньше поставим в следующем месяце. Вот это. Верх гуманизма, я считаю. Верх просто. Дело не в этом. Это и есть их социальная организация. Ничего личного, только бизнес. Ничего личного, только бизнес. Вот. И уплачено за пять, значит, будет пять. А если не уплачено, шесть не будет. Это относится ко всему, что там работает. Ну, возвращаясь к нашему разговору о кинематографе, здесь все просто так, кроме денег. И это, ну, как бы, это точная характеристика, это точная подлинная идеология западного мира. А им что, всем интересно, как у меня дела? Не, не интересно. А что ты вас спрашиваешь? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Америка, когда строилась, а это страна-проект, нужно понимать. Как и Советский Союз. Вообще, стран-проекта очень мало в мире. Это Советский Союз, это Израиль и это Соединенные Штаты. Вот так в основном. История человеческая настоящих проектных стран знает только три. Потому что и Китай, например, он вторичен уже. Еще в порядке злой шутки Украина. Ну, Украина это страна, которая реализует целевой проект деградации. Ну, если в этом только смысле. То американский проект, ради которого строилась страна, это проект, который является дистиллятом капитализма. Ну, а значит бизнеса, а значит и прибыли. Где прибыль является высшей ценностью социальной. Извлечение прибыли является высшей социальной ценностью. И это есть подлинная и главная ценность. Все остальное лабуда, которая используется или для прикрытия, или для управления. А чаще и для того и другого. Управление социумом. Поэтому на вот этой вакцине и на Pfizer это видно прямо. На это, кстати, президент наш Владимир Путин очень четко ответил Давосскому форуму. Сказав о том, что мы должны построить такую экономику, в которой человек является целью, а не средством. Независимо от дохода семьи, дети должны иметь возможность получить достойное образование. И реализовать свой потенциал. А такой потенциал есть у каждого ребенка. И только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди не средства, а цель. Это мощнейшая идеологема, как раз, на мой взгляд. И прямой ответ вот такому подходу, который вы сейчас описали. Да. Ну, я вообще в какой-то момент я понял, простите меня за эту фотологию, что наш президент понимает гораздо больше, чем говорит. И когда я это понял, я, в моей ведь истории был и Ельцин, и Горбачев, и Брежнев, я Брежнева застал, ну, подростком, но я уже, так сказать, воспринимал это все. Это много их было в моей истории. И вот такая характеристика, что понимает гораздо больше, чем говорит, это уникальная характеристика, по крайней мере, по отношению ко всем тем лидерам, которых я знал до этого. Ну, жил при них. Поэтому он очень точно, идеологически, я вообще считаю, что, ну, речь Довозская была, а, идеологическая, б, политэкономическая. Да, вот, в этой связке у президента. Вот. И он очень точно в этот узел ударил. Вы же все живете ради прибыли. Ну, и живите, а мы не будем. Для нас это неприемлемо. Жить ради прибыли русские не будут. И поскольку вы, ну, это не принимаете, что мы не хотим жить, нам придется выяснить отношения. Потому что мы и отказываемся жить ради прибыли. И власть прибыли над человеком, денег над человеком, капитала над человеком, мы не признаем. Вот это им сказал. А знаете, что ретроспективно доказывает эту посылку президент? Крым доказывает. Потому что решение по Крыму, это было решение, совершенно идущее в разрез с любыми представлениями, о возможной получении выгоды и всего остального. В капиталистическом смысле слова. Сразу же было понятно, что будут санкции, что будут сложности, что будет вот это все. Ну, смотрите. Это действительно было решение, которое было поворотным во многих смыслах этого слова. Вот. И, понимаете как, вот еще если говорить о президенте, у меня вообще такое ощущение, что он работает в таком стиле, что он принимает решения только тогда, когда их уже нельзя не принять. Но не на минуту позже. Да? Потому что принятое решение преждевременно обрубает тебе кучу невероятных спектров возможностей. Потому что каждое решение всегда – это закрытие огромного спектра возможностей. Да, наверное, откроется новое, но их надо еще… И это всегда поворот принять таких решений. Мне кажется, что Путин принимает такого рода решения тогда, когда их уже нельзя не принять. Это очень сложный способ действия. Но если ты умеешь это делать, то он очень эффективный. Невероятно эффективный. Потому что, ну вот смотрите, там же все это, как были построены эти ловушки, они до сих пор их строят. Потому что вся авантюра там Саакашвили нужна была для одного. Мы должны были оккупировать этот Тбилиси, посадить там свое марионеточное правительство, кормить их всех, подавлять в ущельях партизанское бандформирование, в зависимости от названий. И вся эта грузинская история была устроена как ловушка. А мы взяли свое, то, что не могли не сделать. Абхазию, Сити. Их раздолбали и ушли. Мы не пошли в эту ловушку. Вот такого типа решения принимает Путин. Но Крым был одним из таких решений. Кстати, понимаете, опять же, стакан пуст или полон. Часто рассказывают, мы теряем Украину, мы теряем Украину. Мы еще чуть-чуть, мы ее потеряем. Я на это отвечаю, опять же, в этой логике. Мы ее потеряли в 91-м году. Вообще-то. Образовалось самостоятельное, суверенное государство Украина. И мы ее в этом смысле потеряли. А вот когда мы присоединили Крым, и к нам просится Донбасс, то мы ее возвращаем. По частям. Обратный процесс. Воссоединение с Крымом – это возвращение Украины. Стремление Донбасса стать частью России – это возвращение Украины. Потерянное в 91-м году. Когда Крым вернулся, я тогда пошутил, мне кажется, удачно. Я сказал, что после возвращения Крыма Россия вновь стала страной великой античной культуры. Ну, да. Я могу это подтвердить, потому что я получал историческое образование. Кстати, никогда не говорю, что я историк. Историк – это тот, кто осуществляет специфическую деятельность по изучению истории. А я такой деятельностью не занимаюсь. Но образование я получал. И получая это образование, я два лета провел в археологической экспедиции под Евпаторией. И, кстати, это вот прямо связано с этим моментом. Знаете, интересно, как. Мы копали там древнегреческое поселение, но оно не просто древнегреческое. Там древние греки – это самый такой старый слой вместе с этими огромными блоками стенами. А над ними были скифы, а над ними были татары. Все это на одном месте. А все это в окружении вот так вот плотную пионерлагерей советских. Фантастик. Да. Вот можем спросить, чей Крым? Ну, если... И тут же ответить. Ну, Крым и древнегреческий, и скифский, и татарский, и советский. То есть наш. Да. Вообще-то Крым принадлежит тем людям, которые живут в Крыму. Народу Крыма. Большинству этих людей. И большинство этих людей решило, что они являются частью России. Тех, которые там живут. А история у этого вон какая. Изо всех тех, те, которые живут сейчас, решили наше место в России. Это наша родина. Мы одно целое с Россией. Вот как это все устроено. Кстати, тем самым, сформировав, опять же спрашивают часто о Украине, критерий, как быть дальше с Украиной. Так Крым же показал. Но не в том смысле, в котором начнут говорить. Ну, так надо же забирать. Условием забирания являются те же условия, что и для Крыма. Очень простые. На референдум приходит 80% населения, и более 90% голосует за. Вот это и есть условие возвращения в родную гавань. Для всех, кто захочет. И я вас уверяю, что там в любой области Украины или еще какого-то постсоветского пространства, если будет такое самоопределение народа, Россия никому не откажет. Так же, как и Крыма. Но это самоопределение должно быть, потому что мы не будем кого-то присоединять, а потом 50 лет перевоспитывать, а они все равно не перевоспитаются. Вот этого опыта нам вот так вот. Поэтому по стандарту, заданному Крымом, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Это была «Метаметрика». Второй сезон. Первый выпуск. Очень интересно было сегодня. Спасибо вам. Спасибо Дмитрию Куликову. С вами был Дмитрий Егорченков, канал «Метаметрика». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, здесь, в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме. Все ссылки повесим внизу под роликом. Подписывайтесь на канал «Соловьев Лайф». У Дмитрия Куликова там прекрасное свое шоу «Куликово поле». Да, и жмите на колокольчик, это позволит продвигать наш контент в соцсетях, и большее количество людей смогут его посмотреть. Пока. Пока. Отличная, это снега. Два. По-попопо. Игорь. Субтитры создавал DimaTorzok